Тимиранда сия, а гянан жена шалакая, чакширун милитамина, тасмаи, шри гуравейна махам. Тимиранда сия, а гянан жена шалакая, чакширун милитамина, тасмаи, шри гуравейна, тасмаи, шри гуравейна, тасмаи, шри гуравейна махам. Тимиранда сия, а гуравейна, тасмаи, шри гуравейна, тасмаи, шри гуравейна, тасмаи, шри гуравейна махам. Тимиранда сия, а гуравейна, тасмаи, шри 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 гуравейна, День явления Господа Варахадеева Ари Криша, дорогие преданные, доброе утро, рады всех видеть в нашей утренней программе Сегодня у нас праздник, завтра праздник, завтра день явления Господа Нитянанда Сегодня день явления Господа Варахадеева И как мы знаем, вчера у нас был пост Пост прерывается после поклонения Господу Варахадеева Поэтому с утра совершаем поклонение, памятное, поем баджины Мы сегодня пели Даши Аватара с Тотаром, посвященные десяти Аватарам Господа Вишну Сейчас мы прочитаем о явлении Господа Варахадеева Сегодня Варахадеева, день явления Господа Варахадеева Господь воплотился в форме вепря для того, чтобы поднять землю с одной вселенной И защитить своих преданных, уничтожив могучего демона Хираньякшу В воплощении вепря считается Лила Аватара и Господа Лила Аватара Однажды демон по имени Хираньякшу, младший брат Хираньяка Шипу Начал погружать землю в воды Мирового океана Господь Брама, чувствуя свое бессилие, отправился к Господу Вишну и принял у него прибежище Когда Брама медитировал, из его ноздрей возник маленький вепрь Затем он стал расти и вырос до огромных размеров Так явился Верховный Господь Брама и все мудрецы стали воспевать ведические гимны, чтобы почтить Господа Господь Варахадеева почитается как Лила Аватара Господа Его воплощение в форме вепря В Шимадбагавата Пуране сказано Виттимту Бавасья Расатавагатам Махим Удыхаришян У Падатта Ажнееша Сауракам Вапу Верховный наслаждающийся всеми жертвоприношениями явился В облике воплощения вепря, второго воплощения И ради блага земли поднял ее из низших областей вселенной Наверное третьего, потому что первое считается это Господь в образе рыбы явился Потом Курма Аватара То есть Господь в образе черепахи И третье воплощение в образе вепря Также у Дашаватара Гитиш Сила Джадеева Госвами сказано О Кешва, о Господь Вселенная О Господь Хари, принявший форму вепря Вся слава тебе Земля, погрузившаяся и находящаяся На Дев Вселенной Океан Горбадака Твердо покоится на самом кончике твоего пивня Наподобие пятнышка на поверхности волны Однажды демон по имени Хираньякша Младший брат Хирани Кашипу Начал погружать землю в воды мирового океана Господь Брама, чувствуя свое бессилие Отправился к Господу Вишну И принял у него прибежище Когда Брама медитировал Из его ноздри возник маленький вепрь Затем он стал расти и вырос до огромных размеров Так явился Верховный Господь Брама и все мудрецы стали воспевать ведические гимны Чтобы почтить Господа Перед тем, как войти в воду Господь вознесся в небеса И взмахнул хвостом Волосы Господа стали дыбом на его плечах И он ударил ногами Облака так, что они разлетелись во все стороны по небу Он был более чем прекрасен Его клыки сияли ярче, чем миллионы солнц Это был Господь Хари Господь Вишна Это была его лила Его божественная игра Господь Вараха прыгнул в океан Расатала и подхватил землю Океан замолился Господу Варахе О Всевышний, пожалуйста, защити меня Тогда Господь поднял землю из воды на своих клыках И поместил ее на поверхности океана, где она плавала раньше Тем временем демон Хираньякша напал на Господа С огромной палец и другим оружием Но Господь Вараха убил демона в воде так, как крокодил убивает слона Харе Кришна Это на самом деле удивительно Если мы задумаемся, что Господь Он является Мы можем представить, что Господь явился в образе человека И кто-то в какой-то степени Многие даже в это не верят Но когда нам говорят, что Господь является в виде рыбы, черепахи Или Вараха Дева, лев Нам кажется, что это какие-то сказки Но мы должны, самое главное, осознавать, что Господь По своему безграничному могуществу делает что угодно Он может явиться в любом, абсолютно любом облике И еще поклонение Вараха Деву В нашем Мадхе Всегда отводилось особое почтение, особое внимание Вараха Девушки отдыхают Особое внимание Потому что наш Мадх в Новодвипе Он находится в месте Ководвип То есть это место Вараха Кшетера Это как раз место, связанное с Вараха Девом Была такая история Когда Сейчас просто дословно не помню Так вот чисто расскажу то, что помню Но то, что Какие-то преданные Я не помню То ли Гасвами Махарадж То ли Мадхов Махарадж Ученики Бахтистанства Осваи Такура Они были в каком-то месте И в этом месте Какой-то Браман подарил им Или передал Передал Шилограмма Шилу То есть Шилограмма Шилу И сказал, что ей нужно поклоняться Но она доставляет некие беспокойства Мы знаем, что поклонение с Шилограммом Оно вообще связано Шилограммы все разные Каждая Шилограмма Она отображает какой-то определенный Образ Господа И соответственно Она проявляет разный характер Разное умное настроение И требует Самого разного стандарта поклонения Каждая Шилограмма То есть Каждая Шилограмма Требует своего стандарта поклонения И вот передали этот Шилограмм Шилу Сначала был в одном Матхе Где он там доставил много беспокоиться Там что-то сгорело Что-то еще что-то произошло Потом передали в другой Матх Потом в конце концов Попросили Шидару Махаражу Взять себе Шилограмм Потому что это невозможно Потому что Шилограмм очень много А, самому Шидарю Махаражу Передали этот Шилограмм Шилу На каком-то мероприятии И он передал потом Гаслами Махараджу Бахтишарам Гаслами Махараджу И он Я сейчас точно не помню Ну, по-моему, не берусь Ну, так или иначе Там начались какие-то беспокойства И тогда этот Махараж Он пришел и сказал Шидар Махараж Заберите свой Шилограмм обратно Потому что в нашем Абхе Он причиняет очень много беспокойств И тогда Шилу Шидар Махараж Попросил Гавину Махараджу Посмотреть, что это за Шилограмма Ну, там просто по определенным меткам Шилограмм это такие Камушки Которые находятся В реке Каликандаки В Гималаях И Это воплощение Господа Нарайана В виде камня Это отдельная история Связанная с тем Как появились эти Шилограммы Шилы И Гурудеф он посмотрел Изучил В соответствии с читанием Черед Амлета И он сказал, что Эта Шилограмма Относится к Варахаделу И тогда Шилу Шидар Махараж Еще решил перепроверить Позвонили Тому Человеку Который передал Эту Шилограмму Шилу И тот подтвердил Да, что действительно Это является Шилограмма Шила Воплощением Варахадела И Тогда махараш сказал что варахадев это хорошо потому что это место как раз варахадева такова двиг и нужно особое поклонение варахадева ежедневно пока предлагать ему сладкий рис параману из того дня в нашем мадхи в навадвипе каждый день предлагают предлагают сладкий рис параману вот поэтому мы тоже здесь предлагаем параману правда у нас когда молоко есть сегодня надо приготовить по обязательно не что-то знаешь про мамочки напомнить ему потому что он забыл вот такая история и когда это поклонение было организовано то храм сразу стал процветать все сразу начало прибывать все начало строиться такова милость варахадева то есть изобилие господь господь на райана он это всегда процветание могущество богатство все что окружает господа на райана соответственно начала проявляться так и хотелось сегодня почитать лекцию господь махараджи которая тоже не выставили в интернете да скажи сразу он по любому будет готовить но все равно скажи напомните смарт молока нет купили бахте субхир господь махараж 2010 год москва кисельная аватара господа варахадева часть идеи божественных игр состоит в том что они всегда достигает множество целей одновременно они многогранны и в том числе они всегда проявляются когда с одной стороны есть некая внутренняя потребность кришны в том чтобы явить что-либо и то же время когда возникает внешняя необходимость его явление время когда планета земля была смещена с ее обычного положения с ее орбиты и погружена в низшие области пространства в эту эпоху господь явился в облике варахадева варахадева воплощение господа в облике вепря это явление являлось идеальным откликом идеальным ответом на острую необходимость потребность земли богатит и кришна говорит что он не сходит чтобы спасти своих преданных защитить их а также восстановить принципы религии данном случае он предпочел не зайти именно таким образом как этот вепор искал землю по запаху земля прибывала в низших областях пространства и варахадев нашел ее по запаху как например те кто любит трюфеля часто используют свиней кабанов для того чтобы те по запаху находили трюфеля даже в этом есть божественная параллель ему нужно было поднять землю назад восстановить ее в прежнем положении у него как раз было два бивня клыка своим бивнями он поднял землю вернул ее на место вараж могут ли шилограмма проявиться не только в индии сибирской глухой тайге в восточных саянах и из древние святилища шаманов там реки тоже есть такие камушки они очень похожи на шилограмма но даже понять что изначальные шилограмма они проявляются проявляются в изначальном месте потому что это место там связано с определенной лилой господа там стулусе и поэтому это река кого каликандаки является местом изначальных изначальных шилограмм есть естественным образом есть везде некие экспансии с разных святых мест и где-то если что-то встречается похоже но в первую очередь это должно быть связано еще и с поклонением что должны быть и личности которые разбираются кто такие шилограмма как им поклоняться и это должно происходить поэтому если что-то где-то и проявлено то должно быть подкреплено некими некими авторитетами которые то есть господь и его энергия не всегда неразлучны то есть господь он всегда прибывает со своими спутниками спутники которые проявляются в этом мире и которые указывают что есть что есть что поэтому мы можем гадать очень просто люди склонны склонная как бы позносить место своего рождения и соответственно все люди пытаются сказать что вот там скажем каком-то в городе центр вселенной что там вот нашли какое-то там место какое-то там захоронение или еще чего-то это вот и является как бы центром земли и здесь самое главное происходит но мы должны сказать что есть разные места которые связаны с поклонением везде можно поклоняться везде ездили из господь и где есть поклонение ему все связано с поклонением ему поэтому ну мы должны быть должны учиться преданности но не быть сентименталистами то есть мы не должны сентиментально воспринимать какие-то просто явления за реальность хотя если на абсолютном уровне все духовно UAHA этоHSE акт у него было как раз 2 бивня КвК своими бивнями он поднял землю вернул ее на место также было много других событий которые стоит отметить которые описаны в этом же разделе Шримадхбхатам в частности Bhovitt Santo коронiec повествует о сражении господа с братом хиранекашпу хирань акши хира няча был можно сказать просто непомерно огромен в другую эпоху равана великий демон странство по всем мирам по всем планетам для того чтобы доказать всем свое превосходство однажды он оказался во дворце бали махаража царя демонов то время вам адев в своем другом обличье не в облика карлика был там стражником и он так побил тогда рауна что рауна едва смог войти еле живой так или иначе он смог оказаться там его взору пристало огромное золотое кольцо огромный звати золотой диск ему сказали попробуй хватит ли у тебя сил чтобы приподнять его хоть немного задействовав все свои силы он не сумел приподнять это кольцо ему сказали а знаешь что это за кольцо это серьга из уха хераньякши благодаря этому можем понять что хераньякши был большой он был достаточно велик для того чтобы швырнуть землю вниз но варахадев спас ее иногда говорят что земля супруга варахадева позже у них появился сын на рака сура всего гуру махараши дар махараш иногда обращал внимание на такие обстоятельства если мы посмотрим на историю семьи на историю некоторых семей где были демоны и преданные мы увидим что например отец хераника шипу был демоном сын хераника шипу прохлада махараш был преданным его его же сын снова был демоном затем следующее поколение снова преданной в этом случае мы видим что даже сын самого господа был демоном даже это возможно изъяном наркосура было то что он злословил преданных очень дурно к ним относился очень такой интересный момент что мы можем воспитывать своих детей пытался воспитывать свои детей как преданных или еще как-то но они могут вырасти совсем то есть демона хотят воспитать своих детей как демонов но они становятся преданными преданные бывают хотят воспитать своих детей как преданных но они становятся демонами поэтому все возможно на самом деле то есть это даже если у господа родился сын как великий демон наркосура то что говорить вообще об этом мире то есть поэтому должны просто предлагать все усилия к тому чтобы самим быть преданными практиковать свою духовную проповедовать так как мы можем и своим детям и своим родственникам и своим близким друзьям и и знакомым и незнакомым людям но мы должны понять что в любом случае это наше усилие и наша наш вклад в развитие этого мира или какой-то другой вклад развитие какого-то другого мира он всегда имеет самое главное значение для нас самих потому что первую очередь просто если то что мы проповедуем то что о чем мы думаем то чем мы живем такие мы и есть на самом деле поэтому нужно понять что чем мы загружаемся с кем мы общаемся что мы транслируем все это имеет отношение исключительно к нашей реальности вот и если наша реальность начать начинает каким-то образом резонировать с высшей реальность тогда это наша благая удача если высший мир обратит на нас внимание тогда мы очень удачливы и поэтому мы говорим что наша удача в том что нам посчастливилось на своем пути встретить грубе ваш что нашим значит это мысли наши какие-то ходе степени совпали с желаниями той трансцендентной реальности нужно понять что каждый из нас оказывается там где он достоин находиться это это правило это правило такое просто ничего с этим не мы не сможем поделать в играх махабрабу мы видим что хотя его целью в конечном счете была рада бава однако эти чувства рады бау являются наиболее специфическими однако это эти чувства рады бау являются наиболее специфическими наиболее тонким проявлением о более общего понятия бахта бау или переживание преданных и он махабрабу являл различные градации различные ступени этих переживаний он являл иногда дэви бхау он являл вараха бау например однажды когда махабрабу являл свои игры как не мой бандит великий ученый даже как не мой бандит великий ученый он зашел однажды в дом мурари губ ты постучал к нему дверь он принял облик вараха аватара он стал вараха аватаром мурари губ ты открыл дверь на стул а перед ним пристал вараха аватар мурари губ ты был в шоке вы не существует разновидность горшков сосудов для воды круглой формы они фактически являются собой шар только сверху узкое горлышко там в доме мурари губ ты был подобный сосуд и махабрабу пребывая в облике настроения варах аватара поднял своими клыками этот сосуд словно это была земля таким образом он спас ее мы можем заметить что подобные события являются просто неким совпадением или неким периферийным второстепенными деталями но спас землю 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 иногда называют миром он спас мир махабрабу постепенно проявлял то настроение ради которого он пришел настроение спасения всего мира постепенно и он являл различные градации этого настроения бахтинот акур в одной из своих песен говорит о махабрабу следующие слова надях просто такой пример чисто может быть материальный примерно речь касалась там дома если до в доме никто не живет то дом становится мертвым то есть дом должен наполниться жизнь дом дом должен ожить то есть и там когда лежат какие-то люди то соответственно дома живая то же самое земля если они населена праведными людьми то соответственно становится демонической и соответственно некая некая неживая форма поэтому тут говорится махабрабу спас мир то есть он дал людям то ради чего додал подлинную жизнь потому что все что не связано с господом что что связано с удовлетворением и личных интересов в конечном итоге это смерть то есть это ведет к смерти умирания но если что-то связано с божественным связано с вечной реальностью тогда соответственно все оживает ради которого пришел настроение спасения всего мира постепенно он являл различные градации этого настроения бухтинута кур в одной из своих песен говорит о махапрабу следующие слова аватара сара слова сара можно перевести данном контексте как сливки или суть эссенция то есть он заключает себе всех аватар мы находим считание чаритамрите антологическое подтверждение этого там скажут что когда сам кришна не сходит в этот мир то вместе с ним являются все аватары своем бога вам кришна включает себе все остальные хаватар 3 симха вараха рама все аватары в нем также и махапрабу нисходит в этот мир все аватары пребывают в нем в тот момент он явил свое настроение свою грань вараха аватара итак мурарегупта был в шоке когда увидел подобное проявление махапрабу когда он увидел перед собой вараха аватара махапрабу в этом настроении сказал ему прославляешь меня предложим неуместные в этой ситуации молитвы мурарегупта произнес следующие слова вы упоминали в своем вопросе о нити нанде и поларами завтра праздник посвященный ему и когда он проявляет себя как ананта как одно из воплощений господа ананта что означает безграничный попадает бесчисленным числом голов которые заняты прославлением перечислением славы господа в его играх и даже если он пытается в облике ананта исчерпать до конца все подробности все детали даже одной игры господа он не состоянии этого сделать и мурарегупта говорит если даже ты сам своем собственном воплощении как ананта не способен полностью описать даже одной своей игры то что я могу но именно в этом и заключается его прославление его прославление господа его молитва заключается в том что он должным образом изложил то каким образом он не способен прославить господа должным образом если даже ананта деф не способен перечислить всей славы всей твоей славы то что я могу сделать и это уже и это уже прекрасная молитва я явление господа варахадева киджа ящего бахтису хирга своим хорош киджа ящего груды в киджай ну вот такое замечательное прославление господа варахадева господа вишну вопросы есть какие-то ребенком часа перехода период 13 14 лет отражение всех интересов которые были интересны родителям при этом ребенок имел посвящение гору девы еще десять лет хвостом назад и как вести себя маме как вот и воспитывать с одной стороны а с другой стороны не оскорблять не критиковать от ребенка потому что ребенок с посвящением мантру читает и как вообще должно быть отношение детям преданных мы всегда повторяем что каждая ситуация она индивидуальна то есть мои мы только что об этом говорили что может родиться ребенок демон может родиться ребенок преданный поможет даже получить посвящение но быть все равно демоном вот это же ну как бы никто этого не отменяет и поэтому единственное единственное чем могут родители заниматься опять же заниматься своей духовной практикой показывать собственный пример просто чем люди привлекаются в этом мире люди привлекают все люди хотят быть счастливы привлекаются счастьем если родители несчастливы родители угрюмо если они страдают воспевая там скажем свои круги то детям не захочется явно воспевать мантру и не захочется явно практиковать духовную жизнь все родители делают это как такую ну аскезу сами себя насилуют и потом еще как бы заставляют детей это делать ну к примеру вот или а наоборот бросаю детей сами пытаются заниматься своей духовной практикой вот но при этом опять же в категории достижения чего-то не в категории все индивидуально опять же то есть то есть нос но если в родители рождается некая подлинная радость духовная радость то самое лучшее лекарство для любого ребенка на переходном возрасте находится на переходным все равно даже с ребеноком в какой-то степени но забудется упадет нагрешит какой-то момент времени но у него отложится это восприятие своих родителей как духовных личностей и в конце концов пройдя какие-то страдания за свои грехи ребенок он вернется на путь вопроса не в том что человек согрешил не совершил вопрос в том что перестал ли он грешить потому что человеку надо наезд чего-то в конце концов наевшись острогов потом получив реакции за свои за свои страда свои грехи живое существо она возвращается на путь поэтому опять же каждый случай индивидуальный вот и мы не можем там советовать вот делать его так вот так вот так вот каждый родитель должен сам увидеть что он должен делать каждом конкретном случае поэтому каждый родитель должен молиться за себя за своих детей своих близких за своих родственников то есть научиться молиться просто если у человека есть взаимоотношения с господом все кто его вокруг окружает будет ощущать это и он всем будет блага приносить поэтому серафим царовский сказал спасись и тысячи вокруг тебя спасутся первую очередь должны уделять внимание своему свои свои своему духовному направлению то есть мы должны всегда слушать гуру советую слушать его наставления слушать его советы всегда думать о том правильно поступаем неправильно у каждого из нас это не то что там у кого-то что-то какой-то момент случился там такой эстрадир на каждую из нас к случаются всякие моменты постоянно причем поэтому мы очень сильно бывает зацикливаемся на на проблемах других людей мы оба сидим обдумываем смакуем эти вещи как бы и результате происходит потея драгоценного времени энергии знаете о чем речь в этом сама большая наша проблема что мы там больше сильно заботимся там что будет там с какими-то гипотетическими родителями гипотетическом городе как бы и мы еще не знаем все всего что там на самом деле происходило как бы правильно всех тонкостей и нюансов данного события что просто один если кто может разобраться этом это участники непосредственно участники события которые непосредственно родитель дети которые участвуют и окружение которое близкое какое-то влияние оказывает но чем дальше от этого но от этих взаимоотношений то тем труднее сложнее понять вообще что происходило и на нашу ошибку сейчас что мы либо оправдываем незаслуженно либо наоборот клеймим незаслуженно кого-то поэтому нам говорят не занимайтесь критикой кого-то не занимайтесь прославлением кого-то то есть не хвалите кого никого кого-то особенно потому что это ложь эти ложь то есть мы прославляем вайшнау но вайшнав вайшнава та то есть это то вайшнавское что содержится если в человеке есть подлинное желание служить господу поклоняться ему это качество мы можем прославлять все остальное то что относится к этому миру не нужно не проставлять не хвалить просто он такой какой то есть знаете о чем речь дальше в нашем общении с этой женщиной встал вопрос вообще актуальность на рапе ты всегда быть что вообще индивидуально детского посвящения детей понимает ли они во что входит смотрит они как на душ которые правда там хотят вишнавизм или как дети которых подражают родителям и хотят быть ну хорошими поэтому повторяют слова которые говорят родители как ним относиться но у нас есть ли квалификация определить что за ребенок пришел там врачаре по моему 7 лет привет принес анясу мадова чаря в 10 лет принялся анясу или в 11 но где откуда мы знаем кто она у нас в семье родился ребенок просит посвящение ну ничего страшного если он какое-то время как бы попрактикует но ребенку же дают игрушки с одной стороны посвящение может быть игрушечным другой стороны может быть настоящим то есть ничего понятное дело что взрослые очень многие взрослые что говорить о детях получает посвящение просто из-за того что это модно вот ну что ничего страшного какой-то коллег какое-то соприкосновение с духовным было какой-то соприкосновение просто какой-то и в этот соприкосновение с духовным это сукрите человека неважно он в следующей жизни еще раз соприкоснется следующей жизни еще раз соприкоснется еще раз соприкоснется через миллион жизнью он встанет на путь нужно же сукрити набирать понимаете в каком возрасте человек соприкоснулся там с рождения там маленьком возрасте в среднем возрасте не так важно главное чтобы человек соприкоснулся прикасался с вещами как загрузка подлинных файлов сознания все остальное же ложь но оскорбление понимаете дело оскорбление это не так просто совершить тому как нам кажется что там человек что-то не так посмотрел там мантра не повторял это это оскорбление это это не оскорбление хотя не выполнять наставление учителя это оскорбление но нужно понять каждый же находится на своем уровне если человек из слабости не может повторять мантру если там то это не оскорбление оскорбление это осознанное направленное действие против преданных и господа осознанное то есть спланированное действие то есть человек он размышляет надо потом потом что-то делает как бы осознанно это оскорбление аппаратха вот а если человек там ну просто силу своей слабости там что-то не может делать что не может понимать силу там определенных определенного общения он сходит с пути это может нам показаться во временном промежутке страшным но мы должны понимать что опять же со временем более длительном временном промежутке все это нам принесет благо огромное количество преданных мы читаем истории которые совершали различного вида оскорбления за это они были вынуждены рождаться в адах или демонами рождаться еще кем-то негативным привидениями каким-нибудь для того что пострадав все это они обрели подлинное знать например с индрой постоянно же он делал такое индра это она листворяет что он рестворяет чувство да то есть повелитель некий повелитель чувств то есть наши чувства очень часто задеты из-за этого индра готов на все чтобы только защитить на потом он как соответственно косячит как и мы все потом раскаивается в своих действиях это раскаяние приносит ему новый аспект преданности преданность углубляется утончается то есть путь понимаете путь мы должны эти вещи у меня до сих пор не сложилось понимание как молиться за других своих близких за своих близких есть только махамантра христианство например есть молитвенник на всякие нужды и события а у нас что есть христианстве есть сонмы святых которым обращаются по разным вопросам гуру обращаются но все во всех религиях во всех религиях но и все религии они являются проекциями одной изначальной истины то есть зависимости от от времени места и обстоятельств но проявляется одно и то же в принципе но молиться за других но если мы не знаем нас нет каких-то мантр помолиться можно про очень просто господи помоги этому человеку осознать подлинную реальность осознать своими словами можно много что промо ну сказать во благо другого то есть если мы чисто искренне сострадаем кому-то какому-то человеку и чувствуем что мы не можем совсем помочь ему никак на самом деле мы никак не другому человеку не поможем потому что у другого человека у него свой софт, своя загрузка и все остальное поэтому мы молимся Господь, вразуми его Господь, помоги ему Господь, еще что-то ну а кто может помочь, кроме Господа? Я сталкивалась с такими случаями, когда на столе оказывался продукт, содержащий компоненты, которые мы не предлагаем Господу это, допустим, чеснок, лук или что-то подобное и человек говорил, можно Гурдеву предложить действительно ли это так? если Гурдев предлагает дождествам как к этому отнестись? у меня вот этот протест возникает ну и как бы даже и Гурдеву не хочу его кормить нет, ну вопрос а для чего Гурдеву предлагать? то есть есть вопрос если мы желаем удовлетворять свои чувства и думаем, что Гурдев будет потворствовать этому то мы ошибаемся Гурдев не будет это принимать это не будет просадом есть момент, что есть лекарство или время принятия лекарства потому что иногда, например, нам рекомендуют принять чеснок в качестве лекарства тогда мы можем сказать джайгу Рудев для того, чтобы поправить свое тело и опять же, в случае индивидуально потому что некоторым категорично чеснок лучше не употреблять не в качестве лекарства просто в качестве пищи то есть это обеденность? ассекация, она все равно замутняет сознание и все равно, как бы ну, вводит нас не туда, куда надо поэтому Гурдев все равно не будет принимать эти вещи просто то, что мы, как бы, пытаемся навязать Гурдеву это наша иллюзия просто ничего это не имеет отношения к подлинному вопросу если мы хотим подлинно идти мы должны понять, что нам говорит наш Гурдев вообще по поводу некоторых вещей допустим ну, ну, почему мы говорим наш Гурдев потому что это имеет большое значение к примеру, Бахтиданда Свами Прабхупада категорически не пил чай категорично вот, и он прям целый вот, это говорил он очень четко говорил, что это интоксикация но наш Гурдев пил чай поэтому мы Гурдеву предлагаем чай почему Гурдев пил чай? мы не знаем но так или иначе, как бы ну, понимаете кто прав, кто не прав и тот прав, и тот прав понимаете, в чем дело? он наш Гуру Гавинда Махараджи понимаете, в чем дело? что мы не то, что Гурдев не рекомендовал пить чай но он не запрещал его пить чай понимаете, в чем дело? поэтому тут, ну, такой момент как бы важно очень послушать своего Гурдева важно слушать, что он говорит по поводу разных вещей по поводу разных представлений потому что нужно понять, что у демонов тоже есть Гуру понимаете, в чем дело? и этим демонам Гуру будет говорить как правильно есть мясо как правильно приготавливать его вот, потому что почему? потому что Гуру это Господь но демоны находятся на определенном уровне ну, своей реальности и они как бы ну, просто им невозможно будет понять некие вещи соответственно дается компромисс знаете, в чем дело? и поэтому, если Гуру видит что для нас компромисс есть чеснок ну, значит нам как бы сказать не это не рекомендация есть чеснок а позволение есть чеснок иногда ну, к примеру я просто не это самое не иногда Гуру может сказать что, типа вот пришла эпидемия давайте все быстро на чеснок наваливаемся так тоже может быть разные могут быть события и это будет тоже проверка нашей преданности или непреданности вот, опять же это каждый кучер будет индивидуальным то есть ну, нужно понять в каком настроении Гуру Дев сказал что-то как он сказал почему он сказал то есть все имеет значение это не то, что там как бы вот шагун по которому мы теперь будем всегда действовать понимаете, что делать ну, само предложение само предложение ну, того же продукта оно иногда может иметь формальный характер то есть когда, ну, скажем есть много севы кто-то куда-то спешит или это происходит в дороге поэтому мы много людей окружающих мы говорим по уме Джай Гуру Дев и почитаем таким образом но это не значит что мы будем всегда и везде вот таким образом предлагать пищу ну, хорошо а является оскорблением господа Шивы тогда если вы знаете у меня есть шеволинга и я ему подношу просад я не предлагаю ему что-то отдельно но иногда бывает это цветы мало именно пища просад предлагаю но является ли оскорблением господа Шивы когда я не могу в таком случае эти продукты массичные предложить будем Деву чтобы он предложил божествам а несу клингам предлагаю Махадеву а зачем Махадеву приносить томасичные продукты не зачем если мы сами находимся в томасичном сознании господь не нуждается в томасичных продуктах понимаете в чем дело это томасичные люди не нуждаются в томасичных продуктах и господь Шива милостиво милостиво принимает чтобы люди постепенно очищались это только ради нашего блага не потому что господь Шива хочет этого конечно лучше не делать зачем это мы находимся нужно понять что мы тем более находимся в определенной линии поклонения господу Кришне Вишну ради поклонения Вишну поклонение господу Шиве оставляется но не наоборот ради поклонения господу Шиве поклонение господу Вишну не оставляется поэтому у нас в приоритете всегда поклонение господу Кришне поклонение в нашей линии у нас есть гуру в определенной линии мы поклоняемся просто если мы займемся реальным поклонением у нас просто времени не будет ни на что остальное компромисс всегда возможен но нужно понять что компромисс то есть компромисс поэтому имя называется брак что-то бракованное бракованное нечистое не совсем совершенное как бы но он имеет место быть потому что мы находимся в мире материи поэтому господь он в зависимости от болезни живого существа дает ему лекарства соответствующие его уровня и его нахождение в этом нет ничего нехорошего неплохого так он и есть сейчас какому-то человек который сидит там на наркотиках сразу сказать там ты должен все оставить там все не каждый на это сможет мы сначала нужно пройти какое-то там переливание крови там еще может быть чего-то там может ему год нужно будет постепенно освобождаться отучаться от чего-то там но в разные разные вещи там касается вообще всего там у всех ну какая-то ломка происходит и поэтому иногда того что человек совсем не умер или там не вашего в оскорбительное состояние ему дается возможность постепенного отхода от каких-то вещей но нужно понять что все это все равно и все что не связано с господом все равно не является не хорошая ни плохой не связано с преданностью господа и поклонения господа то все это является маленьieht все это является грехом наша задача то все время смотреть смотреть во всех ситуациях а как это связано с преданностью господа вообще связанное леп lég Sanaев с с удовлетворением меня или это связано с удовлетворением господа его преданных так очень просто простой да нет да нет вот 2 2 2 2 всего реальности либо мы для себя либо для господа что господь хочет как только начинается компромиссы начинаются огромные там описание как есть как предлагать во сколько вставать с какой ноги как бы там все остальное как все нужно регламентировать там все должно быть по правилам как бы люди живут в этих правилах но в центре всегда стоит я я человек как это для меня все писания даны только для этого на самом деле все вот эти вот толкование прославление прославление это но я имею ввиду писания регламентирующие нашу деятельность а все же связано с прославлением господь этому шримад бхагава там читая череда амрита бхагавадгита они лежат стоят вообще в отдельной категории от писаний потому что это высшее описание которое прославляет непосредственно верховную личность и это танцы где полностью трансцендент она не связано никак с этим миром все остальные это связано с этим миром как здесь как сеять как сажать как пахать как наслаждаться правильно то есть связано все веды связанность в основном с четырьмя категориями кома арха к маму гарма мокша то есть чувственное удовлетворение материальное процветание религия закон и освобождение не видно религия урихарая нама кришна ядавая намаха религия с Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Напелись, наслушались Харе Кришна, дорогие преды, на эту наша утренняя программа закончена, посвященная явлению Вараха Дева, можно прервать теперь пост. Всем наши поклоны дандоватые, встретимся, наверное, днем, если ничего не предвиденного. Всем удачного духовного дня!